Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре началось очень интересное событие, призыв ко дню рождения. Можно сказать, что это новое какое-то событие, но по факту это та же черная пятница, либо призыв сон состояния, только с небольшими такими модификациями. Теперь мы можем выбирать рекомендованных героев и добавили сюда персов, просто очень нарядных, я не знаю как сказать, все топовые. Любого выбирай и качай, если они конечно выпадут. И сегодня мы об этом как раз поговорим, кого здесь лучше выбрать в этих рекомендациях. Ну и также нам шанс 2 в 1 добавили. Если на черной пятнице у нас были повышенные шансы на пятерку, то здесь выпадает 1 5-звездочный герой 2-го, дают как бы в подарок. Это очень интересно. Ну и также здесь не поймешь, в тех призывах костюмов не было, а здесь например у Кснофольда уже есть костюм, но тут его почему-то нету. А например на Крампус, Крампус идет с костюмом. Они как-то выборочно, вот на нее также есть костюм в игре, но здесь что-то его нету. Ставерны на всех костюмы добавили. В общем не знаю, либо это какой-то баг, а может как-то они выборочно добавляли. Хотя смотрите, на Ариэль костюм есть, а на Урсену тоже нету. Короче логика какая-то непонятна у них по поводу добавления этих костюмов. И также нам в игру ввели двух абсолютно новых персов, давайте посмотрим что же они делают. Первая это синяя пятерка, пофит скорость маны быстрая, отлично. Цели враги поблизости получают минус 30 защиты на 3 хода, если эффект снимается до окончания действия. Цель с эффектом получает 643 урона. Да, он привязан этот урон к атаке и в бою с отрядом еще вырастет. Отличный навык, бронерез, хоть срез и небольшой, но сама механика крутейшая. Такая же как у Эрланга Шенга, потом у Красной Гаргулии, не помню как ее имя. На эквалайзере будет жестить теперь этот синий герой, хотя там уже есть один синий обезьяна, который... Ну вот еще один появится, неплохо. Наносит 390 урона цели и ближайшим врагам. Трипл шотер, урон нормальный, тем более последовательность ульты такая, что сначала он срежет защиту, а потом 390 урона по троим нанесет. Ну это жесткий урон. Не знаю, пока все четко. Союзники поблизости получают мягкую кожу, которая препятствует следующему снижению маны. Эффект нельзя снять. А мягкая кожа это новая пассивка у них. Если у прошлых Гаргулии они весь урон снижали в единичку, то этим нельзя срезать ману 3 раза. Та пассивка поинтереснее была. Это тоже такая... Ну ничего особенного, но неплохо. В целом вот этот герой получился вообще какой-то мощный. Он и на бете был мощный, и в релиз его таким же выпустили. И второй этак Гартен уже со средней маной сокращает максимальное здоровье всех врагов на 700. И эффект сильнее против цели, у которых уже было овер хп. Отличный навык, сокращение моментальное, плюс 700, а чей-то тоже нормально. И знаете какой плюс у этого навыка? Это сокращение, оно не привязано к атаке, поэтому его можно качать в хп броню и вынести этого героя будет прям сложновато. Все союзники контратакуют на 115% от получаемого урона. 115 контра не сказать, что большая. И получают 50% урона контроль, как прибавку к здоровью на протяжении 4 ходов. 4 хода это долго. Которая контра получается во врагов будет отлетать, им столько хп будет накидываться. И этот навык какой-то новый, как он будет работать, нужно тестить. Но выглядит неплохо. У всех союзников, кстати тут не поймешь, в овер хп это будет отхиливаться или нет. Прибавку к здоровью. Они видите по-разному постоянно переводят, поэтому наверняка и не скажешь. У всех союзников иммунитет к новым недугам, влияющих на лечение в течение 4 ходов. Снимает недуги, влияющие на это лечение со всех союзников. Например, запрет на отхил, если будет висеть какой-то этот ультанет, этот запрет снимется. Если, конечно, этот запрет не от какого-нибудь персея, потому что у него этот дебаф неснимаемый. В принципе, неплохо, обе горгули интересные. Ну вот этот жестик получился, вот его бы хотелось бы вытащить. Если выпадет зеленый, тоже будет отлично. Ну и давайте переходим в рекомендации, кого здесь лучше поставить. Смотрите, ребят, сейчас статуи персов просто улетают в космос с каждым новым героем. И поэтому какие-то жесткие атакующие герои, которые жесткие на данный момент, они очень быстро, ну скажем, обесцениваются. А, например, хиллеры, они качаются в хп броню, соответственно, статы у них дольше остаются актуальными. Ну и хиллер, он что раньше был хиллером, что сейчас остался? Они, ну, само медленно в игре устаревают. В прошлый раз уже в каком-то ролике я пример приводил с профессоршей, но сравните. Профессорши-то когда вышло, до сих пор играбельно. А вспомните какого-нибудь атакующего героя, который, ну, вместе с ней в то время выходил. Да, они уже все забыты давным-давно. Поэтому здесь лучше, ну, если в долгую смотреть, то ставить каких-то хиллеров. Помимо хиллеров также есть герои, например, типа Шала, которые и наносят урон, и отхиливают от этого урона. И вот они тоже долго остаются актуальными. Их можно смело выбирать. Также помимо них есть, например, типа вот этого Тимия. Они тоже уникальны, он быстрый. Сначала снимает усиление, а потом наносит урон и вешает запрет на эти усиления. Он тоже будет долго оставаться актуальным. Поэтому профитнее на первом месте выбрать каких-нибудь хиллеров. На втором героев, которые атакуют и отхиливают. И на третьем уже уникальных персов типа Тимия, Шаклболта, потом Кристины и так далее. А вот Хоренфилд, или как его вообще выговорить нереально. Потом ногу, это уже, ну, скажем, в последнюю очередь стоит выбирать. И давайте расставим рекомендации. Я возьму первого Дарк Физера. Если у вас его нету, тоже стоит выбирать. Потому что это один из самых актуальных на данный момент героев. И в оборону, и в атаку отлично заходит. И на титанов можно брать, и на мифических. Кучу контента с помощью него сейчас можно проходить. И там он выбивает какие-то запредельные просто цифры. На втором месте мне нужен красный атакующий герой в оборону. Поэтому я возьму Пиппер Флэйм. И на третьем месте у меня выбор либо Наутика, Вайшали, либо Шал. Наутика отличный герой, но у меня куча синих на прокачке. Поэтому предметов нету, я не знаю, когда я прокачаю. А вот Вайшали, либо Шал. Оба интересных, но Шал, так как атакующий. Плюс от Хил, он как-то более универсальным будет. Поэтому я выберу его. Ну и давайте попризываем, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Но сначала Альянс Черновикче набирает свои ряды игроков. Альянсовый ивент ТОП-100. Мифический Титан, ТОП-1000. Остров, ТОП-100. Центр, желательно Гатар, либо Мэйни. По какой-нибудь такой же равносильный. Ну и конечно 5-й отряды, без них сейчас никуда. Вся остальная информация сейчас у вас на экранах. По всем вопросам пишите в Телеграм. Он указан в описании к Альянсу. Крутить будем сразу Х-30. И давайте вот с этого героя снова. 9,5 крисов. Это около 7К рублей. Вот если за них ничего не выпадет. Так, ну начинаем с четверок. То и ниндзя, кстати, не было. Куча четверок, но нужны пятерки. Тройка, ну давай. Какую-нибудь из рекомендованных. Начали вроде... О, нормально, ребятки. Все, отбили уже призыв. И в конце получается еще какую-то пятерку дадут. Если из... А, из рекомендованных вторая не может выпасть. Ну нормально, честно. Подрастроился, если бы ничего не выпало. Вторая сейчас, мне кажется, будет какая-нибудь старая. Из старых героев. Ну давай еще пятерочку. Какую-нибудь. Вообще была бы красота. Тройки. Или может скипом чутка ускорим. Тройка. Ну все, поехали. Одни тройки конкретно. Давай. Четверки. О, ну и кто? Блять. Ну как всегда. Ну говорю, второй герой постоянно старео выпадает. Так, где этот был? Ну ладно. Одна пятерка есть. Я не знаю, как такое получается. Отсюда постоянно сыпется вот такой вот реалитет какой-то. Я не знаю, как это еще по-другому назвать. Ну и в сундуках. Ну и в сундуках. Что у нас тут? Кольца. Ну что, ребята, вот такой вот получился призыв. В целом, можно сказать, удачный. Выпал именно нужный герой. Концовочка, конечно, получилась не такая радостная, как хотелось. Но в целом неплохо. Вам также удачи на этих призов, чтобы вы подали нужные рекомендованные вам герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.